Гомель и Паула Дар подписали меморандум о супрацовнестве свободных экономических зон. Комитет Державного контроля Гомельской области провел мониторинг гандлевых объектов региона. Хрестный ход допомника Кирилле Туровскому пройшел сёння у Гомели. И больше подробязно об этом не только. Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу 21-го красавика звернется с аштогадовым посланием до беларускага народа и национального сходу. Выступление кирилля Державы отбудется под час суместного посаджения Палаты представников и Совета Республики. На мероприемство запрошены высшие службовые особы краины, члены Урада, керавники органов державного кераванья, найбойнейших предприемствов и сродков массовой информации, представники дипломатичного корпуса. Промую трансляцию завальной залы дома Урада будут вести телеканалы «Беларусь-1» и «Беларусь-24», а так само перший национальный канал «Беларусь-кахарадыо». Трансляция почнется у 10 годин. Телевизийную версию глядите у вечернем эфиры беларуських телеканалов. Больше как 150 инвестицийных проектов будет представлено на 14-м Гомельским экономичным форуме, який запланованы на 19 мая. Проекты охопливают 15 галин народной господарки, древопрацовку, перепрацовку другасных материальных ресурсов, вытворчость харчовых продуктов, туризм и іншые. Бизнесменам представить информацию про объекты нерухомости, а так само земельные участки для реализации инвестпроектов. Деловая программа форума продуглеживает работу шести тематичных секций. Это малый бизнес, агропромысловый сектор, будовничные и жильево-коммунальные комплексы, логистика и гандль, туризм. У первой недели форума смогут принять эту делу работе секции инициатива инновации инвестиций, на которой будут представлены инновационные распроцовки гомельских ученых и предпринимательников. Гомель и Паулодар подписали меморандум о супрацовнестве свободных экономичных зон. В эти дни делегация Паулодарской в области Казахстана находится с визитом на Гомельщине. Под час двухденной деловой поездки гости ознайомились с промысловым и туристичным потенциалом региона. Наведали предприемства Гомеля, Жлобина и Рогачева. Я думаю, что сегодняшняя наша встреча наладит еще более экономических сетей в различных сферах. То есть поставки молочного стада в Павлодарскую область мы сейчас тоже разрабатываем, разработали программу развития молочных ферм. И сегодня мы возим молочные стадо с Германии, с Европой. Поэтому мы готовы рассмотреть, чтобы покупать их в Беларуси и в том числе в Гомельской области. Подробностей у нашим наступным выпуском. 28 притягнутых до отказности работника в Гандлю и больше 5 тысяч рублей штрафных санкций. Такие выники проверки Комитетом Державного контроля Гомельской области Крам региона. Якие порушения были отзначены под час мониторингу, ведая Олег Синцерову. Проверки объекта Гандлю специалисты Комитета Державного контроля Гомельской области проводят постоянно. И практически каждый раз выявляются третьи инженые порушения, максимально предупреждены законом штраф до 500 базовых величин. Правда, штрафов у таких померах гомельские контролеры ящие не давали. Для этого кажутся, порушению повинно быть занадто шмат, а такого не означается навык в буйных крамах. За захованием правилов в Гандлювых кропках в угле мкнутся сочить, але ситуации бывают разные. После завершения проверок вся информация обовязково анализуется и инакировывается для принятия мер местовым органам УЛАДы и уладальникам объектов. Прежде всего, это несоблюдение правил торговли, когда субъекты имеют в реализации просроченные товары, не устанавливают контрольные веции в торговом зале, нарушают санитарные нормы правила в части, несоблюдение температурных режимов хранения, ну и ряд других нарушений. Выники проверок Комитета Державного контроля в Гомельской области дозволяют стверждать негативный уплыв на ситуацию в Галине, оказывая низкая якость гандлевого обслугования насельницам. Сирот означенных отмовных моментов так само выкористание состарелых обслуживания и отмова от применения сучастных методов гандлю. Вельми редко в гандлевых кропках выкористуюсь мероприемствы, які издольны оказывать на объемы продажу стимулирующий уплыв, акции распродажи, скидки на товары. А пошли этим больше актуально, что на фоне изнижения реальных грошовых доходов насельства покупники дають перевагу больше танным товарам. Хлебушек подешевле, конфетки, подешевле, что самое такое копеечное стараются. Кефир подешевле, жирность меньше, цена дешевле. И вот это они стараются в основном и брать. А то, что подороже, денег нет. В первом квартале к этому году специалисты Комитета Державного контроля проверили 9 объектов гандлю и практически усюды означали порушение деятельного законодавства. От продажу протерменованных товаров до элементарной отсутствии информации об реализуемой продукции. Олег Сентюров, Йоген Макенко, телерадиокомпания «Гомель». Протягиваем выпуск. Коли 150 священнослужителей зусей в области сёня сустрелись в Гомеле, каб здеснить хрестный ход, допомник освятителю Кириле Туровскому. Гэта падея отбывается только раз на год на великодным тыдне. Соборное набоженство духовенства Гомельской епархии прайшло в уголовном храме областного центра, Петропавловским соборы. Боскую литургию особиста узначали у епископ Гомельский Жлобинский Стефан. До падея долучились десятки верников. После службы священники и приходжане вышли до подножия храма и отправились у хрестный ход. У шести усе разом прайшли до площади Ленина, прозволицу Советскую, допомника Кириле Туровскому. Ягу памятаю тех святителя, епископа, письменника и проповедника. Духовно-осветницкая спадшина и экоха важна не только для Беларуси, а и для усяго славянского свету. Каля помника была изъяснена молитва со спевом величания и ускладанием кветок. Он для нашей русской церкви и особенно для белорусской земли очень-очень много значимая фигура. И дай Бог, чтобы вот это объединяющее его слова, его учения, его жизнь святителя Кирилла объединяла сегодня и нас вокруг святой церкви. И мы вместе все в церкви были в единстве в мире и в любви. Хрестный ход – частка, что годового великодного фестиваля. Это одно из наибольш масштабных и ярких мероприемств, которое проводится суместно Гомельской православной епархией и городским выканавчим комитетом. На протягу месяца запланованы в широких духовных и культурно-осветницких мероприемствах. Врачистая открытие 14-го великодного фестиваля так само сопроводжалась с интересными тематичными выставами и творческими выступлениями. Вероника Ворошилина с подробностями. Подчас открытия 14-го великодного фестиваля у Гомельским городским центром культуры было шматлюдно. Люди приходили сюда, чтобы наткнуться рукотворной творчестью, высокой музыкой и притягнуть добрую, светлую атмосферу Великодня. У холи установы присутные могли убачить и набить великодную продукцию самых разных видов. Тут же, паша сзаймальных майстер-классов, усі жадаючі могли навучиться створать тематичные сувениры своими руками. У геттое символы великодного свята, виконанное у разностайных творчих интерпретациях, майстри укладали самые светлые и добрые почутки. Мы стараемся показать доброту, красоту мира другим людям передать. Через эти сувениры стараемся делать разные сувениры, чтобы не повторяться, вкладываем все, что можем, все наши силы, всю нашу душу. Протягнулось и мероприемство святочным концертом. Уделы им приняли творчая дитячая и дорослые коллективы. Великодный фестиваль проводится на Гомельшине что год. Калеранею, он обмяжовывался только областным центром, то зараз охопливая кожный район и населенный пункт, у яким есть храм. На протягу месяца запланованы широк духовных и культурно-осветницких мероприемств. Это паломницкие поездки и экскурсии для православных святиньев. Сустречи священников с подрастающим поколением, разностайные выставы, байстер-классы, тренинги, круглые столы, семинары и доброчинные акции. И они будут сладиться в приходах, храмах и монастырах Гомельской епархии, а так само в установах эдукации и культуры. Основная мета Великодного фестиваля вертание до вытока духовных каштовностей, отроджение в громадстве христианских традиций, знакомство с православной историей и культурой. Вероника Вараашилина, Йоген Макеенко, телерадио «Кампания Гомель». Сёня у студии программы «Добрый вечер, Гомель». Размова пойдет про сувениры, их вытворчасть и реализацию. Даведуются глядачы про деятельность Беларуской гильдии майстро и рамесников, а так само про выники первого открытого конкурса «Гомельский сувенир», який организовало Гомельское отделение Беларуской гандлёво-промысловой палаты. Глядите программу «Добрый вечер, Гомель», сёння у 20.40 на телеканале «Беларусь-чатыры». Гэтая, а так само іншая новіны вы можете знайсти на нашым сайті у интернеті по адрасі www.tvrgomel.by Далее у эфіры «Спортывный агляд» з новинами спорту вас познайомить мой колега Максим Савін.